Новая, но уже завоевавшая популярность робототехника представлена на выставке сразу несколькими разработчиками. Подробно с этим направлением знакомится и Рустам Миниханов. Напомним, несколько лет назад в рамках программы «Электронное образование» в республике начали создавать IT-классы. На сегодняшний день их 38. Во многих же школах робототехника существует как факультатив. Это действительно очень и очень популярная вещь, которая пользуется спросом и ребят, и родителей. Достаточно сказать, что кружки, связанные с мобильной робототехникой или с беспилотными летательными аппаратами, очень большое количество ребят всегда записывается. Изучать конструирование робототехнику сейчас предлагают даже не со школьной скамьи, а с детского сада. К примеру, вот такие вот модели способны собирать дети в возрасте 4-5 лет. Заодно они еще и узнают о том, что такое магнит. Становясь постарше, дети переходят к изучению уже более сложных моделей. И уже в школьном возрасте переходят непосредственно к изучению программирования и робототехники. Представители другого модного направления WorldSkills предлагают инновационный метод обучения с помощью компьютерной графики и 3D-очков. Говорят, представление о том, что рабочий – это человек у станка в грязной спецовке, осталось в далеком прошлом. Одна из компетенций, которая будет представлена в данном чемпионате – это автопокраска. И здесь на данном тренажере можно попробовать себя, почувствовать себя в этой профессии. Потом, по исходу этого задания, мы можем посмотреть плотность нанесения краски и так далее. То есть можно оценить уже работу, сделать какие-то работы над ошибками и как бы повторить задачу. Как все эти новые введения помогут улучшить качество школьного образования, этот вопрос обсуждали эксперты со всей России. Поделиться опытом пригласили даже зарубежных коллег из Финляндии и Сингапура. Сошлись на том, что вся система образования, начиная с дошкольного и заканчивая высшим, должна работать как единый механизм. Если вся эта сепочка работает, где-то разрывается, эффективности не будет. Поэтому вот у нас большая работа проведена по детским на школьном учреждении. Вся проблема у нас, иногда мы вот это где-то, разрыв получается и мы теряем многие вещи. Кстати, в ходе форума участники могли дискутировать и в онлайн-режиме с помощью мобильного приложения. По мнению организаторов, это лишний раз подчеркивает важность получения знаний с помощью не только традиционных, но и электронных носителей. Андрей Шульга, Марат Зайдулин, Новости Татарстана.